Ну что ж, дамы и господа, всех приветствую. Давайте сегодня поговорим о Redmi 9 и поймем, стоит ли его покупать в 2021 году. Дело в том, что 2021 год только наступил и понятное дело, что много разных новинок уже сейчас есть, много разных новинок будет. У этого смартфона есть основные конкуренты в лице других брендов, но Xiaomi, они же, как бы это же Xiaomi, они сделали еще и конкурентов для своих смартфонов. Например, это Poco M3, очень многие часто мне в комментариях пишут про реального конкурента Poco M3. Это Redmi 9 Power, ну и не считая тех же там Redmi 8 прошлогодних и так далее. В итоге вопрос, стоит ли его покупать или посмотреть на что-то более новое, более свежее, то что только-только появилось. Все-таки Redmi 9 уже полгода как на рынке, полгода как продается и это, наверное, одна из самых первых и главных причин, почему стоит, наверное, купить Redmi 9, а не какой-то другой смартфон. Ну просто потому, что он проверенный, мы уже знаем, что он из себя представляет, мы знаем, что он мощный, мы знаем, что он автономный, мы знаем, что он хорошо обновляется, поддерживается, никаких багов, глюков в нем нет. Ну просто потому, что сбалансированный смартфон за свои деньги, он норм. А что касается новинок, неизвестно. Бывают новинки, которые разные сюрпризы нам дают. Например, некоторые смартфоны имеют проблемы из коробки и потом их не допиливают всю жизнь смартфона. Например, слушайте, простой банальный пример. Например, автофокус на Xiaomi Mi 9 Lite. Он как работал коряво в режиме видео, я имею в виду, так и работает. Автофокус на Xiaomi Mi 8 Lite. Это был один из моих любимейших смартфонов Mi 8 Lite. Одна из причин, да, почему я его продал. Ну там был корявый, там был откровенно ужасный автофокус в режиме видео. То есть с обновлениями прошивок это не исправили. Почему? Ну это можно задать вопрос только Xiaomi. Здесь эта история отсутствует. Здесь смартфон без каких-то откровенных глюков и багов, которые у меня вот проявились бы. Я не заметил. Может быть с другими обновлениями прошивок что-то появится, но пока нет. И это делает его по достоинству таким ценным для нас. Потому что это проверенное устройство. Что касается его плюсов и минусов, у меня было отдельное видео обо всех его плюсах, обо всех его минусах. И даже у меня есть видео, почему я не купил Poco M3. Ну в общем-то причина, да, почему не купил его, а купил именно Redmi 9. Можете посмотреть это видео, я думаю, что будет вам интересно. Есть у него один нюанс, который может напрягать. Точнее это не один нюанс, но один из тех, о которых хотелось бы сейчас сказать. Это яркость дисплея. Некоторые могут сказать, что ее недостаточно. И я сам могу это сказать, потому что смартфон на самом деле бюджетный. И здесь яркость всего лишь 400 нит. В большинстве ситуаций ее хватает с головой. Но иногда может не хватать на ярком солнце, когда сильно ясный день. Ну понятно, что будет немножко не хватать. Но слушайте, у кого из конкурентов за эти деньги яркость выше 400 нит? Да ни у кого. Те же Poco M3, Redmi 9 Power. Все они обладают такими же матрицами. Поэтому, ну как-то слишком глупо, мне кажется, сравнивать и говорить, что те смартфоны интереснее, ну потому что у этого плохая яркость. Да у всех такая яркость. У всех дешевых смартфонов. Скажите спасибо, что не 350 нит. В любом случае, этой яркости достаточно для большинства условий и задач. Ну вот посмотрите. Яркий, сочный, прекрасный дисплей. Ну понятно, ну вот если сильно экстремально завести, да, теряется контрастность. Да. Да, теряется яркость. Слушайте, ну вы же не будете вот под такими углами смотреть там контент или читать. Ну немножко напрягает то, что у него вот эта пленка защитная. Она классная. Она хорошо поклеена. Она реально, ну как бы защищает от царапин. Но минус ее в том, что олеофобки немножко мне не хватает. И поэтому, конечно, может это у кого-то вызывать дискомфорт. Особенно для тех, кто играет в игры. В игры я на этом смартфоне играл много раз. В разные, в тяжелые, в легкие. И да, немножко пленочка портит эти впечатления. Но хотелось бы отметить в защиту, что это хоть какая-то базовая защита из коробки. Пока вы купите какое-то стекло или закажете его в интернете или купите где-то в Китае, у вас уже есть хоть какая-то защита. Спасибо, Xiaomi. Слушайте, будем радоваться тому, что есть. И, конечно же, если вы хотите более крутую защиту, потому что здесь Gorilla Glass 3, она слабоватая. Надо купить хорошее стекло отдельно. И пока оно вам придет или, может быть, вы купите его в магазине, ну здорово. А если вы будете покупать его в Китае, пока оно придет, а тут уже есть защита. И вот этот чехол, кстати, он имеет такой недостаток. Вот постоянно вот эта пипка у меня вылазит. Вот опять, вот смотрите, я вот сейчас ее воткнул. Вот она плотно. И я без всякого монтажа. Вот, вот плотно-плотно я туда запихал. Вот она заподлицо. Ничего монтировать не буду. Вот, о, смотрите, она уже вылезла. Я хотел дать ей время, чтобы она вылезла. А вот она уже вылезла. Вот я сейчас буду с вами разговаривать. Попробую сейчас, может быть, натянуть. Да. Буду разговаривать, говорить об этом смартфоне. И вы увидите, насколько быстро эта пипка вылазит. Вот, я ее засунул. Вот она держится. И вот, смотрите, она сама вылазит. Раньше нужно было время, чтобы она вылезла. Теперь она сама вылазит. И она постоянно мешает руке вот здесь. Постоянно мешает мизинцу. Неприятно, некомфортно. Короче, вот это, да, это прям сильно раздражает. Еще здесь есть календарь гугловский. Ну, он неплохой, слушайте. Но я привык к MIUI. И я хотел перенести там данные, допустим, да, со своего старого смартфона. Я это сделать не могу. Ну, в итоге, как бы, получается, что в 2020 году я оставил все данные со своего календаря. Если я их не синхронизировал через Google аккаунт, через MIUI аккаунт, у вас уже не получится их синхронизировать. Ну, короче, такое себе. Кстати, я не пробовал. Мне кажется, что невозможно синхронизировать Google календарь с MIUI аккаунтом. Но могу ошибаться. Кто в курсе, напишите в комментариях. В любом случае, в 2021 году этот смартфон хорош. Почему? Потому что он удивительный по автономности. При этом вы получаете не просто дикую автономность, как, например, с тем же Poco M3, всеми любимым. Да, он автономный, но он слабый. Он откровенно не вытягивает то, что вытягивает этот смартфон. Ну, поэтому он и автономный, потому что там процессор дохлый. Здесь вы получаете мощность, скорость работы. Просто шустрый, моментально все работает. Я, кстати, на этом смартфоне играл в игры, вот без передышки, там, ну, такой длительный период времени. Он вообще без проблем, он не перегрелся, не стал троттлить, не как-то сбавил там, да, чистоту не скинул. Вообще никаких проблем. Ну, для меня это было удивлением. И я могу заслуженно сказать, что этот смартфон в 2021 году, по крайней мере на начало года, ну, у него пока нет равных и конкурентов, таких достойных, полноценных. По-любому они появятся, 100%. Но пока я не могу отметить таких конкурентов. Еще хотел бы отметить это то, что у него, ну, неплохой звук из динамика, потому что вот когда воспроизводишь видео с YouTube, то приятно смотреть видео на самом деле. Звук такой четкий, чистый. Вот послушайте. Тут редкий случай, когда я немножко расстроен. Всем привет, хорошего настроения. Давайте немножко расскажу о своих впечатлениях от нового кабеля, который я заказал. Ну, просто потому что хотел потестить, просто потому что хотел посмотреть, что из себя представляет эта новинка. Итак... Звук просто великолепный. При этом с YouTube у нас ролики все спокойно масштабируются. Буквально вот таким легким свайпом. Здорово. Ролики поддерживают Full HD, то есть вот он, качество Full HD, да, и при 60 кадрах. Шикарно. Ну, почему? Ну, потому что дисплей у нас здесь классный. У нас дисплей здесь действительно полноценный Full HD+. Огромный плюс этого дисплея – это его высокая четкость. Потому что кто бы что ни говорил, о четкости дисплея зависит, насколько комфортно вам будет длительное время, допустим, читать, длительное время смотреть, да, там, ленту социальных сетей. Здесь четкость дисплея великолепная. Здесь шрифты хорошо отображаются. Я не могу как-то прицепиться. К тому же есть модели с NFC. Всегда сможете оплатить покупки. Мне кажется, что в 2021 году в этом смартфоне есть все, вот все необходимое, что, в общем-то, хотелось бы предъявить смартфону. И при этом, чтобы не сильно много заплатить. Я так думаю, что в нем есть все. Чего вам лично не хватает в Redmi 9? Напишите в комментариях. Но мне кажется, что все будет упираться в деньги. Хотите, например, большую автономность, да, больший аккумулятор, ну, слушайте, эти смартфоны будут стоить дороже. Хотите большую мощность, да, там нужен более мощный процессор. Быстрая зарядка есть. Dual Band есть. Bluetooth 5-го поколения Low Energy есть. Красивый, симпатичный дизайн. Слушайте, даже камеры снимают неплохо. Отлично подходит для зума, для удаленки. Не греется, совершенно не греется. Автономный, просто бесконечный аккумулятор. На целые сутки вам его хватит без проблем. Вот на целый день. При условии, что яркость будет где-то в районе средней. Если яркость будет, вот как сейчас, 70-75%, то уже будет у вас примерно целый световой день. То есть с утра до вечера он будет жить спокойно. Если при этом еще использовать 4G, там полноценную, максимальную яркость, но она не нужна максимальная на постоянке, то понятно, что он проживет там часов 8. Но слушайте, это тоже много. Это с утра и до вечера. Ну, я считаю, что смартфон в 2021 году просто бескомпромиссный, шикарный. За эти деньги можно смело брать. Честно, вот хотел бы прицепиться. Я нашел минусы, какие-то недостатки. Я делал видео об этом. Полноценно расписывал недостатки и минусы смартфона. Да, они есть, но это не делает его плохим смартфоном. Или смартфоном, который не стоит своих денег. Это действительно смартфон, который, наверное, топ за свои деньги. Можно так сказать. Итак, стоит ли покупать Redmi 9 в 2021 году, в начале года, в первом квартале, если хотите? Мой ответ – да, безусловно, стоит. Это классный смартфон. И я без зрения совести могу его порекомендовать. Именно этот смартфон я порекомендовал своей знакомой. И он ей отправляется буквально совсем скоро. Спасибо всем за внимание. Хорошего всем настроения, если видео понравилось. Не забудьте поддержать, поставить два лайка, если можете. И, конечно же, напишите комментарий, что вы думаете по поводу Redmi 9, что вам в нем нравится, что вам в нем не нравится. И, может быть, загляните в описание. Там будет два кэшбэка, которыми я пользуюсь. И вы можете им воспользоваться при покупке. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok